Каждую ночь, ровно в 3 часа, мои друзья собираются, чтобы решить, как меня убить. И если они меня найдут, мне точно конец. Ребята, сегодня я хочу Алину впервые позвать на свидание, потому что я давно хотел это сделать, но никак не было хорошего подходящего момента. Алин, привет, слушай, эти вот конфетки, насколько я знаю, тебе очень нравятся, поэтому держи, это тебе. Это что, мне? Ладно, спасибо. Пока. Подожди, а ты что делаешь сегодня вечером, Алин? Да я занята. Подожди, Алина, цветы, стой. Блин, убежала. Неужели совсем неинтересно пойти со мной на свидание? О, Пиня, ты что, рассматриваешь свою дубиху? Слушай, держи, вот тебе букет, надеюсь, у тебя сегодня будет отличное свидание. Куда Алина-то ушла? О, не. Ой, Алинка, смешная ты. За нас. За нас. Я тебе тут песню посвятил, смотри. Алина, Алина, розовые волосы, голубые глаза, я без ума от тебя. Глазам своим не верю, они сидят, веселятся без меня, едят еще мои же конфеты, которые я подарил Алине. И даже Пиня там со своей подружкой. У них там что, двойное свидание? Это что? Это Вильям Бруно. И он подглядывается? Идем разберемся. Я для вас что, шутка что ли? И что ты тут делаешь, шутка? Ты вообще-то в курсе, что подглядывать нехорошо? Почему ты сам не подошел и не нам ничего не сказал, а подглядывал? Поэтому мы с тобой дружить так не будем. Алина, пойдем. Уйдем от него, да. Подглядывать значит плохо. А я тогда буду хорошо подглядывать. Блин, ну где же он? Давай, приходи сюда скорее. О, Бродовец, ты уже здесь? Да, я принес то, что ты просил. Только никому не показываю, потому что это очень секретное окно и суперзеркало. А зачем тебе оно? Слушай, мне нужно кое-кого разоблачить. Это ведь штука для шпионажа, где с одной стороны это просто зеркало, а с другой просто окно. Да, 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 это супер-пупер-шпионское зеркало-окно, то есть оно же суперзеркало. Такое используют только спецагенты, чтобы разоблачать опасных преступников. Супер, давай его скорее сюда. Эй, 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 эй. Нет, не так просто. Такое суперзеркало может тебе достаться только за 100 тысяч лайков. Бром, ну мне нужно снять ролик. Я хочу ролик об этом снять. О, это будет супер-классный ролик. Его будут смотреть все, его все будут смотреть. Но только за 100 тысяч лайков ты получишь зеркало. Да блин, опять? Ладно, ребята, мне очень нужно это зеркало. С помощью него я смогу следить за своими друзьями всю следующую неделю. Поэтому, пожалуйста, поставьте лайк прямо под этим видео. А лучше соберите все вместе и соберите 100 тысяч лайков прямо продавцу в эту шляпу. Да-да-да, давайте сюда. Давай, жмякни на лайк, и он прилетит сюда. О, 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 давайте живо. О, теперь хорошо. Ладно, до новых встреч. Стой, 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 стой. А, я думал, ты не заметишь. Это мне пригодится сегодня. Все, давай, до встречи. Ладно, до новых встреч. И готово. Ребята, смотрите, я наконец-то закончил свою секретную базу. Выглядит она внешне просто как стена, на которой висят картины и обычное, самое обыкновенное зеркало. Но только я и вы знаете, что здесь тайная комната, в которой я протяжу целых 7 дней, чтобы разобраться с тем, что мои друзья от меня скрывают. Вот, смотрите, изнутри это зеркало выглядит просто как обычное стекло. А это наш оператор. Лось, привет! Но с той камеры меня абсолютно не видно. Ребята, там Кирилл идёт. Смотрите, это Кирилл. Здесь как-то всё изменилось, прям необычно. Надеюсь, он не заметит. Вау, это же зеркало. Ничего себе, Алина, наверное, постаралась. Он абсолютно меня не видит сейчас. О, хорошо. О, собрался. Мужчина. О, хорошо. Что он там собрался делать? Колонку какую-то притащил. Здесь где-то включается, вот тут. Хорошо. Что он делает, смотрите. И вот так, вот так, вот так. Мне кажется, что Кирилл сейчас представляет, как танцует с моей Алиной. Иди ко мне, будешь мне помогать? Как вообще это произошло? Почему Алина решила встречаться с Кириллом? Так, надо делами заниматься. Выключаем, надо идти готовиться. Ушёл. Я очень надеюсь, что у них с Алиной всё это несерьёзно. Поэтому я буду здесь сидеть, пока не выясню всю правду. Кирилл опять здесь. Это торт или что это вообще такое? Кирпич? Сейчас мы приготовим подарок. Подарок из вот этого. Видимо, он сейчас перед свиданием с Алиной делает какой-то ей подарок своими руками. Вот это, по-твоему, подарок, Кирилл? Вот я бы Алине никогда бы такой мусор не подарил бы. Она заслуживает намного круче подарки, чем вот это вот. Ребята, он там уже минут 20 кепит какую-то кружку из этой глины. Вот, смотрите. Кажется, её уже заканчивает. Неудобно отвернулся. Сейчас он повернётся, вы увидите. Вот, смотрите. Какую-то вот кружку сделал. Что там написано, я не понимаю. Я очень надеюсь, что Алине этот подарок не понравится. И она не будет больше общаться с этим Кириллом. Осталось совсем чуть-чуть. Да, чуть-чуть. Так, ушёл. Что-то он тут снипел. Смотрите. Он на этой кружке признаётся в любви. Это самое ужасное, что произошло за эту неделю. Я буквально один день потерял и лучшего друга, и лучшую подругу, которую хотел пригласить на свидание. Ну, теперь она с Кириллом, скорее всего, будет. Хотя я очень надеюсь, что почти такого подарка, вот этой вот кривой кружки, она в нём полностью разочаруется. Блин, там кто-то идёт. О, блин, посмотрите. Вот Кирилл полностью готов к свиданию с Алиной. И тортик прикупил, и цветы, блин. Я, между прочим, тоже Алине цветы купил. Но она их вообще не захотела брать. Причём вот этот букетик мне нравится намного больше, чем вот этот. Она с минуты на минуту придёт. С минуты на минуту придёт. Блин, сейчас придёт Алина. Волнуется. Очень надеюсь, что меня мои друзья не спалят. Потому что тогда со мной точно никто не будет дружить после этого. Это Алина, вот её розовые волосы. Подождите. Кирилл, я пришла. Это девочка Джефф? Наверное, нам лучше поближе подойти. Давай, пройдёмся. Это тебе. Это мне. Да, да, да. Красивый букет, я старался. Какая красота. Хорошо, давай сядем. Спасибо, Кирилл. Так, подождите. То есть Кирилл влюблён в девочку Джеффа? У меня для тебя есть песня. Ты играешь на гитаре. Сейчас будет песню для девочки Джеффа играть. Джозефина, 206 килограмм целлюлита. Это что, шутка такая? Я старался. Ты плохо играешь и поёшь непонятно что. Я ухожу. Джозефина, подожди. У меня для тебя есть подарок. Что там? Новая очередная противная песня. Нет, нет, нет. Протяни руки и закрой глаза. Что он там будет сейчас ей дарить? А, ту самую кружку, смотрите. Это тебе. Ну вот это мило. Я её сам сделал. Ну, честно говоря, вот это идеальная пара. Смотрите, Кирилл и Джозефина. Это ещё не всё. Я для тебя приготовил вот такой вот подарок. Этот торт. Я его сам испёк. А с чем он? С орешками. С орешками? Да. У меня аллергия на орешки. Сам ешь этот торт. Я ухожу. Только посмотрите на лицо Кирилла. Блин, а я его так старался сделать. Он даже вкусный. Так тебе и надо. И как мне вообще понравится ей после такого? Я научился имитировать голос Кирилла. Вот смотрите. Я знаю, как тебе помочь. А, ну, ты же не особо разговаривает. Так ты хочешь с ней помириться или нет? Да, хочу. А почему у тебя рот не открывается, когда ты говоришь? Это не важно. Слушай меня внимательно. Скинь ей свой любимый ВК-клип. И тогда она точно тебе ответит. Ведь в сложной ситуации, когда ты не знаешь, с чего начать диалог, смешное видео всегда в тему. О, действительно. Я и не думал, что моё отражение может быть умнее меня. Точно. Как я и сам не додумался. Ведь ВК-клипы всегда самые годные и хайповые видосы. Она точно не сможет устоять от этого рофла и жёстко вкрашиться в меня. После моего любимого клипа. Вот, который я и отправляю. О, какое-то уведомление пришло. А Кирилл-то всё-таки хороший. Какой смешной ВК-клип. Спасибо, Кирилл, в отражении. Ну ладно, всё, я погнал, пока. Ушёл. И он даже не догадался, что это был я. Да, ребята, ВК-клипы это реально клёвая штука. Ещё и потому, что это тонна интересного контента, который находится прямо в вашем приложении ВК. А если вдруг его ещё у вас нет, то обязательно скачивайте по ссылке в описании под этим видео. А в комментариях, кстати, напиши, какой твой любимый ВК-клип. И я лайкну твой комментарий. Ребята, там Алина идёт. А что тут произошло? Они что, ремонт сделали? Она впервые видит это зеркало. Но определённо так лучше. Накраситься можно. Смотрите, она вообще не подозревает, что я здесь. Так, где тут моя косметичка? О, вот она. Сейчас Алина будет краситься прямо передо мной. Сейчас стрелочки как нарисуем. Мне кажется, благодаря этому зеркалу можно узнать вообще все секреты моих друзей. Так, одинаковые? Да, вот эта слишком большая. Вот он потрясаю просто. Мне кажется, немного перебор. А теперь? Ром, да вот тут теперь большая. Ладно, вот тут сейчас потрясаю. Что она делает, ребята? Вот так вот. Её снимает лось. Мы с ним договорились, чтобы он делал вид, как будто снимает Алину. Но на самом деле он снимает материал для моего влога. Про это зеркало. Вот так криво. Ладно, сейчас ещё чуть-чуть подправлю. Что ты делаешь, Алина? Ты чего? Вот сейчас, мне кажется, это вообще перебор. Ребята, посмотрите, какие это стрелки. В этот раз-то точно всё ровно, да? Наконец-то, блин. Сколько я на это потратила времени. Точно. У меня ведь сейчас занятие. Срочно нужно переодеваться. Занятие? Какое у неё занятие? Ой, блин, Алина сейчас переодеваться будет. Алин, ты чего? Так, штанишки. Вот там моя форма. Не буду подсматривать. Горчичный пояс по каратэ. Я не знал, что Алина увлекается каратэ. Что она вообще делает? Ты же обещал мне, что подснимешь на мой тренировочный канал. У Алины есть канал по каратэ. Снимай, снимай всё. С красивых ракурсов, чтобы все захотели каратэ заниматься. Понял? Конечива. Вы на канале Алина Шаполан. И сегодня мы начнём правильно дышать внутренними органами. Можно дышать печенью, почками. Сейчас всё научу. Кажется, слышу, что пришёл к нам первый ученик. Первый ученик? Сейчас его пустим. Правда, он опоздал. Кто там у неё учится на её каратэ? Во-во, кто-то пришёл. Нужно войти. Уходи, мой первый ученик. На самом деле, это не первый. Но для канала первый. Подпишитесь, кстати, на канал. Кто там этот ученик? Что? У Алины обучается Джефф. Ой, великий мастер восточного боевого Чаполаха. Простите меня за опоздание. Я очень хочу попасть в ряды новобранцев. Хватит стоять на коленях. Мои ученики не стоят на коленях. Поэтому на пояс надевай. И сейчас будет первое упражнение. Повторяй за мной. Танец боевого Чаполаха. Мне кажется, из Джеффа вообще плохой Чаполахер. Поднимаем ножку. И рыбкой. Опа. Ты чего? Ты чего? Вставай ещё. Давай. О, так вот. Луч света. А теперь на шпагат. Вот где всё это время пропадала Алина, как ты говорила, что её не стоит беспокоить и не заходить ни в коем случае в большое помещение. Не зря я установил это зеркало. Мы подышали. Теперь удары мизинцев. Делаю вот так. Ча. И полезь дальше. Всё нормально, Джин. Отрабатываем не на друг друге, а просто. Давай, повернулись туда. На зеркало, на зеркало. Твой враг. Двойной. Вот это каратэ. Если настигнет твой враг очень близко, можешь ему прям вновь трёх. Что вообще происходит перед этим зеркалом? У меня такое ощущение, как будто они вообще издеваются надо мной. Следующий этап, это практика. Чтобы реализовать свою Чапалах силу, тебе нужно определиться с врагом. Кто твой враг? Я думаю, Вильям Бруно. Хорошо, что он, потому что я как раз подготовилась. То есть Джек сейчас будет бить манекен и представлять, что это я? Джек, это Бруно. Сейчас ты должен использовать силу мизинцев и дыхание жопы. Я не хочу, чтобы против меня принимали дыхание попы. Ой-ой-ой. Давай я помогу. Ча-ча. У тебя опять лысина. Если все узнают, что ты лысый, как ты дальше будешь жить? Раньше. Что он делает? Он бьёт манекена с моим лицом. Вот после этого я, если честно, вообще не хочу выходить из этого зеркала. Что вообще происходит? Это какой-то кринж. Меня что, ненавидит Алина? Всем коньячева и всем до свидания. Это был канал Шапалах Алина. Ты всё починял? Молодец. Твоя тренировка на сегодня закончена. Иначе будут болеть икроножные мышцы. Спасибо вам большое, мастер. Теперь я готов к бою. Да какому бою? Со мной что ли? Зачем со мной драться-то вообще? Я пойду. Эй, подожди. А оплата? Точно. Подожди тут минутку. Давай, Джефф, я готова. А вот и оплата. О, Джефф, да, вот это да, Джефф. Что происходит? Сколько стоит занятий у Алины? И, кстати, вот эта цена за то, чтобы набить моё лицо. Ой, как хорошо. Спасибо, Джефф. Пока-пока, до следующей пятницы. Вот это да, кайф. Я люблю это делать каждую пятницу. То есть такое происходит ещё и каждую неделю? Вот это? Ещё буквально несколько дней назад я думал, что мы с Алиной и с Кириллом друзья. И если с Кириллом вообще сейчас непонятно, что с ним происходит, то Алина меня явно ненавидит. И я не понимаю, за что. Поэтому мне лучше отсюда в ближайшие дни вообще не выходить. Только проблема в том, что у меня еда заканчивается. У меня уже нет половины колы и осталось только три пачки чипсов. Но у меня нет выбора. Я должен разобраться с тем, что здесь происходит. Возможно, они в какой-то момент заметят, что я куда-то пропал. Тогда мы узнаем. Они его запереживают или только обрадуются, что меня нет? Блин, что они там обсуждают? Вы только посмотрите, они буквально в десяти метрах от меня. Алина с Кириллом шушукаются. Почему здесь не обсуждают все свои секреты? Идеальное место прямо перед зеркалом, в котором всё идеально слышно и видно. Смотрите, как размахивают руками. Видимо, обсуждают, как меня ненавидят. Вот, это же моё лицо, которое Алина с Джеффом прямо максимально нокаутировала. Зачем бить вот это лицо? Что я им такого сделал? Блин, кажется, они сейчас возвращаются. Это что, настоящие деньги? Блин. Ненавидят меня. Ча! Эй! Вот давайте, вот тут всё обсуждайте, прямо передо мной. Кирилл, приготовь всё хорошенько. Потому что сегодня ночью очень важное у нас собрание. Какое ещё собрание? Алина, я всё подготовил, даже речь огромную написал. Осталось лишь дождаться гостей и переодеться. Да, все приглашения уже отправлены. Подождите, я никакого приглашения не получал. Почему они меня не пригласили на это мероприятие? Что у них там за собрание такое? Да что я сделал-то? И почему это собрание будет ночью? Попробую сегодня не уснуть, чтобы дождаться этого собрания. Посмотрим, что они там от меня скрывают. Ребята, у меня сейчас небольшая проблема. У меня закончилась вся еда. Поэтому мне нужно сейчас выйти на вылазку, чтобы меня никто не заметил. Для этого я пододел вот этот хромагей костюм. Надеюсь, меня сейчас не спалят. Надеюсь, что мою заначку седую ещё никто не нашёл, и она всё ещё там. Главное, чтобы меня по пути никто не обнаружил. Вот блин. Ага. Ну где вы все? Я уже устал вас искать. Я просто сразу разберусь с тем, кто первый попадётся у меня на пути. Вот, например, оператор. Ах, да, чуть не забыл. Ты же совершенно бессмертный. Где же вы, глупые человечишки? Я чувствую запах одного из них прямо у меня под носом. Но только здесь никого нет. Пойду ещё поищу. Цып, цып, цып. Фух, чуть не спалился. Ладно, пойдёмте дальше. Только, ой, никому, ладно? Смотрите, что у меня здесь есть. Пушки, целый ящик. По крайней мере, так все думают. Но на самом деле здесь куча вкусной еды. Конечно же, кока-колы. Вот это мне и нужно. Теперь самое главное, вернуться назад целым и невредимым. Что это? Ребята, а у них там какое-то собрание. Что это за футболки? А круто мы, ребята, придумали вот эти футболки сделать. Да, это здорово, хорошая тема. Чем они там вообще занимаются? Что они там задумали? У меня тут прямо перед зеркалом обсуждение. Как меня устранить? Так, попрошу внимания. А вот Кирилл. Так, внимание. Сегодня наше совещание пройдёт без специального агента. Помни, из Удивительного цирка. Но тема сегодняшнего собрания очень важна. Объект Вильям Бруно. Нужно подумать, как его можно нейтрализовать. Зачем мне нейтрализовать? У меня есть идея. Давайте воспользуемся моим ножичком. Нет, мы же не злыть никакие не будь. Давайте поступим к гуманне. Например, отравим его. Отравить это хорошо. В какой момент меня возненавидели мои друзья? И ещё они заодно с этими маньяками. Возможно, мне теперь вообще не стоит вылазить из этой будки. И скорее всего, я буду жить здесь до конца своих дней. Потому что так безопасней. Яд, это хорошо, это прям гуманно. Зачем эта гуманность? Давайте мы его заманим на гору. Сбросим с горы. Да. Сбросим, сбросим. То есть я хотел в начале этой недели подарить олене цветы, а она мне с горы хочет сбросить. Бросить с горы, это, конечно, очень круто, но... Это вообще не круто. Этого мало. Давайте больше накидывайте варианты. У меня есть идейка. Давайте откормим его, чтобы он лопнул. Да, хорошо. Заморозим. Подарим ему цветы. Зачем? Цветы, на которые у него аллергия. Давайте переедем его на гироскутере. Так, ну на этом я могу наше сегодняшнее совещание заклевать. Оно было продуктивное, мы много чего обсудили. Встретимся завтра на этом же месте в это же время. Без Бруно! Без Бруно! Без Бруно! Без Бруно! Все, расходимся. И как часто у них такие собрания происходят. Завтра в то же время. А сейчас чуть больше трех часов ночи. Ладно, нужно с ними понаблюдать. Вроде разбежались. Они здесь все планы расписали. Не знаю, может подтереть. Это как-то... И они забудут об этом всем. И может вообще нарисовать другие планы. Например, подарить PlayStation 5. Так будет намного лучше. Блин, кажется, там Кирилл идет. А, вот ты где? Кажется, Кирилл меня обнаружил. Вот он, счастливый карандашик. Фу, он просто карандаш искал. Блин, ну это как-то неправильно. Конечно, неправильно. Блин, я знал, что Кирилл мой друг. Что он делает? Кирилл... Ё-моё. О, опять правильно. Все-таки надежды больше нет. Лучше вообще не вылазить из этого зеркала. Ребята, я решил немного выйти в люди, в свет. Потому что не хочу вызывать подозрения среди моих друзей. Они могут подумать, что я что-то заподозрил. Поэтому хочу, во-первых, показаться им на глаза. А во-вторых, кое-как их проверить. О, оба идут. Да, помнишь вчера мы с тобой, это, каруселька, которая вверх уходит? А чашечки, чашечки? Да, 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 вот эта прям крутая. Фруна, ты где был? Привет, я тоже вас давно не видел. Садитесь. Я, кстати, сегодня улетаю на Бали. Надолго, на месяц. А, откуда у тебя деньги? Да, у меня денег у меня очень много. Сейчас я вот, ох, купил билет. Первым классом полечу, представляете? Сейчас еще отель себе выберу. А лучше целый остров арендую. Куда у тебя деньги? У тебя их вчера не было. Деньги они то есть, то нет. Давай секретом колись. Я вам как лучшим моим друзьям, я, конечно же, расскажу, откуда у меня деньги. Только кэштег никому, ладно? В общем, я вчера буквально купил батарейный билет. Я выиграл джекпот. И там такую сумму выиграл, мы просто, просто таких цифр не видели. И я тоже до вчерашнего дня не видел. И я даже почти все потратил. Осталось так вообще копейки. Вот буквально два мешка денег и один чемоданчик. И ты их что, отнесешь в банк? Можно было бы и в банк, но как будто бы и здесь тоже безопасно. Здесь же только мои друзья тусуются, да? Ну да. Я прям вот здесь вот в диване их спрячу, чтобы никто их не украл. Ну мы будем хранить этот секрет. Да, да, конечно, только никому. Мы твои друзья, секретики будут с нами. Я унесу в могилу с собой этот секрет. Супер. Надеюсь, вернусь с острова. Мои деньги будут на месте. Это животик заболел. Давай я тебя провожу. На самом деле, ребята, это была проверка моих друзей. И сейчас мы посмотрим, как они дальше себя поведут. Ребята, кажется, там Кирилл сюда с тачкой идет. Смотрите. Интересно, что он там задумал. Если что, мне там еще лось помогает снимать. Вот его камера. Смотрите, что он там ищет. Это же мои деньги. Ну все понятно теперь. А я его и своим лучшим другом считал. Смотрите, забрал весь кейс с деньгами. Что он собирается делать? Вот они. Нет, 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 нет. Неужели он заберет все мои деньги? Блин, Кирилл, зачем ты это делаешь? Может все-таки один еще оставить, Кирилл? Конечно оставить. Это же вообще мои деньги. Хотя не обойдется. Понятно, смотрите. Какой алчный. Забрал все до единой копейки. На романики завести. То есть он думает, что я не догадаюсь, что это он. Я же только ему и Алине рассказал, кто еще мог украсть мои деньги. Надо осваивать, пока он не пришел. И куда ему столько? Значит, Кирилл самый главный предатель. Подождите. А Алина что здесь делает? Это у него пакет там какой-то? Да ну, Алин, ты тоже. Да зачем вам меня предавать? Нет, мы же были такими классными друзьями. Эй, да блин, Кирилл. Я так и знала, что нужно было раньше приходить. То есть Кирилл во всем виноват, да? А я вот это все заберу. Все мои друзьями мне просто предали. Как я мог в них так ошибаться? Хорошо, хоть деньги были не настоящие. Да, яд лучшее средство. Давай пять. Только где джевы? Пора начать бой. Чтобы отточить навыки иксшот стрельбы. У вас есть один раунд, чтобы победить команду джевов. Это же бластер иксшот Зуру. Думаю, у противника вообще нет шансов против таких-то пушек. Иксшот Зуру это невероятный кайф. С такими штуками играть круто в любом возрасте. Как в пять, так и в сорок лет. Эти пушки приносят невероятное удовольствие. Но что еще круче, так это то, что здесь супер мягкие стрелы. Которые исключают любую возможность травмы. Что делает игру еще более яркой и насыщенной. Так что играть с иксшот Зуру одно удовольствие. Вы только посмотрите, какие они качественные и крутые. Покажите мне еще бластер, который может вот так. Иксшот Зуру предоставил нам несколько разновидностей своих бластеров. Вы только посмотрите, какие они в деле. Кстати, скажу вам по секрету, что к 23 февраля иксшот Зуру это лучший подарок, который вы можете сделать. Ну или попросить у того, кто может подарить его вам. Заказать можно в детском мире. А ссылку я оставлю в описании под этим видео. Отлично, потренировались. Ребята, кажется, мои друзья вообще страх потеряли. Смотрите, что они делают прямо перед зеркалом. Они хотят отравить вот этот кекс. И какой у них план? Они думают, я буду есть какой-то рандомный кекс? Понравится кекс с усыпляющим действием. А что будет после того, как я уснул? Смотрите, они уже столько всего туда укололи. Я не люблю кексы с ядом. Никто не любит кексы с ядом. И ушли куда-то. Куда-то они намылились. Они реально хотят меня отравить. Прямо на моих глазах готовили орудие убийства. Вроде бы они ушли. Значит, хотят меня отравить, да? Сейчас я им покажу, что такое приколы. Они каждую ночь собираются вот прямо здесь. Поэтому я каждому из них подложу подушку-пердушку, чтобы опозорить перед Джеффом. Ну, естественно, так их будет заметно. Поэтому я накрою вот так пледиком, чтобы точно они попались в этот прикол. О, работает! Блин! Подожди! С днем рождения тебе! У меня не день рождения сегодня. Вообще даже не в этом месяце. Ну, вообще-то сегодня. Давай! Да не, спасибо. Я случайно задул. Открывай. Давай-давай, присаживайся. Давай. Я понимаю, конечно, что несварение желудка. Вот, покушай. Да-да, нет, я не хочу ваш кекс. Вообще не хочу. Я не люблю кекс, я никогда не любил. И вы, как мои друзья, должны были об этом знать. Мы его сами готовили. Алина очень сильно старалась. Да, вы сами готовили? Знаю я, как вы готовите. Ты, бедную Алину, да слез довел. Алин, пойдем, пойдем, пойдем от него. Ты вот зачем нас обижаешь вообще? Я вас обижаю. Они меня убить хотели. И еще я их обидел. Да это абсурд же. Вот засада. Тишина! Кажется, опять началось. Опять. Собрание. Вот столько мы потратили. А это много. Так, ребята, слушайте меня. Сегодня очень важное совещание. Этим днем, перед этой ночью, мы с Алиной попробовали яд, который мы выбрали на прошлом совещании. Вы попробовали яд? Так почему вы живы? Послушайте дальше. Мы попробовали его в кексике. Но кексик не сработал. Поэтому мы поняли с Кириллом, что попытка отравить Бруно с помощью кексов равна нулю. А нуль, это мало. Это ничего. Чипсы как будто бы протухнет. Поэтому я предлагаю использовать чипсы. Ну, знаете, с чипсами мы уже успели поколдовать. Мы нашли их и в них напердели. А где вы их нашли? Ну, вот там вот в ящике в зеленом. То есть все эти чипсы, они испорчены? Как они узнали? Ребят, я, конечно, понимаю, что яд это очень круто, но нужно еще использовать другие предметы. Это вообще не круто. Но перед этим нам нужно его поймать. Есть предложение? Да, у меня есть предложение. Давайте-ка мы утром все разделимся и попробуем его поймать, а? Так мы не знаем, где он. Может, его вообще не существует? Вот утром и поищем. Не говори ерунду, он существует. Нам просто нужно его тщательно поискать. Хорошо, что я вообще придумал эту прятку с зеркалом. Без Бруно! Без Бруно! Ну все, в рассыпную. Уже прошло часов 10. Смотрите, как светло на улице. Эти сумасшедшие пищут меня без деньги. Думают, как меня уничтожить. Вот какой-то бассейн с шариками тащат. И не знаю, чем это им поможет. Они сошли с ума. У меня есть одна идейка. Мы нашли с Джозефиной этот бассейн. И мы просто найдем его. И утопим в этих шариках. Да кого вы утопите? Это же обычные пластмассовые шарики. Кого вы можете в них утопить? Сам ты. Обычный пластмассовый шарик. Так, не расстраивайся. Но идея. Фигня. Давайте другую. Уносите, давайте, уносите. А мы вас ждем. Ты уверена, что им лучше это задание дать? Они специалисты, а не Джеффы. Да, специалисты. Ну супер. Теперь мне еще одна фобия. Никогда не полезу ни в один бассейн. Что это они притащили? Это что, динамит? Берем эту кучу динамита. И устраиваем большой боблак. Взрыв, 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 взрыв. Нет, нет. Никакого большого бобба. Спускайся отсюда. Вы полоумные совсем. Вы и нас хотите этим динамитом взорвать, что ли? Одна пруна. Но при чем тут мы и студия? А ну-ка уносите. Давайте, давайте. Берите и уносите. Его точно не стоит взрывать. Вечно вам не угодишь. Пойдем. Давай, давай. Точно уверена, что они профессионалы? Я уверена. Но давай с тобой что-нибудь тоже приготовим. Да, давай. Эй, Битя! Э-э-э-э-э. С такими темпами они не могут и найти. Битя! Ты его нашел? Нет. А вы? Я его искала, искала в его комнате. Его там нет. Я обошел вообще всю студию и нигде его не видел. Где же он может быть? Это что, бензопила? Там настоящая бензопила. Я вас беру его. А-а-а-а! Вырубай. А что, хорошая же идея, как это вот с бабац и бабац? А ты ей даже обращаться не умеешь, положи. А ну-ка дай сюда, на Битум. Иди ищи. Как скучно-то, блин. Блин, мы его нигде не найдем. Да вообще, по-моему, мы везде посмотрели. Придется еще одно собрание собирать и сказать всем, как жестко мы с ним покончим. Это собрание, возможно, будет последним для меня. Блин, нужно попробовать как-то отсюда вылезти. Как же здесь высоко. Почему я так высоко построил эту будку? Придется мне здесь. Ждать, пока они сами не уйдут. А мне ничего не остается делать, кроме как на этом последнем собрании выскочить. Надо стать их врасплох, и пускай делают со мной что хотят. Хорошо, что мы на это собрание не пригласили Джефф. Они сошли с ума. Да. Давай помечать, что мы пробовали. ТНТ, динамит. Есть. Ага, басик. Пыл. Инструменты разные. Оружие. Ага. Яд. Было. Испортили еду. Было. Так, мы все перепробовали. Как нам его уничтожить-то? Да. Как хотите, так и уничтожайте. Потому что я все это время записывал вас на видео. У меня есть куча доказательств, как вы хотели меня убить. Знаете что? Я прямо сейчас звоню в полицию. Чего вы смеетесь? Это все серьезно. Да бро, мы все знали. Что знали? То, что ты там сидишь. Мы знали, что ты плохой друг и за нами следишь. Да, вообще, ты знаешь, что не культурно за людьми вот так вот подсматривать? То есть вы хотите сказать, что вы были в курсе, что я здесь сижу? Все время. Не дерево. С самого начала? А в какой конкретный момент вы это поняли? О-хо-хо. Вот это я люблю. Ой-ой-ой. Слушай, Олег, там это. У тебя стрелки, что ли, не получилось нарисовать? Да получилось стрелки нарисовать. Что ты хотел? Да пойдем. Пару слов тебе сказать надо. Почему они отсюда уходят? Ну обсуждайте все свои секреты здесь. Прямо перед зеркалом. Куда они ушли? Блин. Главное, нужно мне выйти, проверить, как там обстановка. Куда ты меня тянешь? Я там наслаждаюсь деньгами, которые заработала для подарка Вильяма Бруна, когда у него будет 11 миллионов подписчиков. Да я понимаю тебя, но тебе не кажется, вот это зеркало, которое там стоит, каким-то странным? Да и Вильяма вообще давно уже не видно. Да. Что? Я же тебе говорил, это странное зеркало, я тебе говорил. Так он подглядывал за нами. Ах, он жук. Он все видел? Он все это видел. И он, возможно, догадывается, что мы ему делаем подарок. Так нет, нельзя это оставить. Давай его накажем. Да, давай его проучим. Блин, какой криш. Зато я рад, что вы меня не ненавидите. Давайте я вас обниму. И Джей, вы меня тоже не ненавидят, да? Ну как сказать? Они правда тебя убить хотят. Ладно, ребята, посмотрите, пожалуйста, вот этот видеоролик. Пока он еще на ютубе. Давайте тыкайте вот сюда прям. Он реально классный. Давайте. Пока.